Депутаты городского совета единогласно приняли бюджет Мурманска на следующий год и плановый период. Это произошло в ходе заседания горсовета. Также на встрече народные избранники обсудили ряд других важных вопросов, в числе которых оптимизация администрации муниципалитета и повышение тарифа за проезд в общественном транспорте. Бюджет на 2023 год будет сбалансированным. По словам депутатов городского совета, сверстать его было сложно из-за непростой экономической ситуации, однако удалось сохранить социальную направленность. После продолжительных обсуждений депутаты единогласно приняли главный финансовый документ. Все это время шла очень активная работа с депутатами. Депутаты включились в работу, давали массу предложений и поправок. Я думаю, что большую часть из них мы учтем для себя. И в случае, если у нас улучшится экономическая ситуация, мы, конечно же, вернемся к ним и в следующем году профинансируем. Также на заседании обсуждали оптимизацию в структуре администрации города. Согласно проекту, часть должностей и подразделений планируется сократить. Например, Комитет по здравоохранению присоединят к Комитету по физической культуре и спорту. Вместо двух заместителей сети-менеджера останется один. Это поможет уменьшить затраты на содержание муниципальных служащих. Я считаю предложение Юрия Валерьевича Сердечкина абсолютно здравомысленным, поскольку в нынешней ситуации действительно экономия бюджетных денежных средств абсолютно важна. И те комитеты, которые уже не существуют, в принципе не осуществляют свою работу. Да, они должны все-таки влиться и стать единой структурой в соответствии с теми предложениями, которые вносит глава администрации. Также на заседании депутатов были расторгнуты побратимские связи с Акурери. Международная дружба между нашими городами длилась с 1994 года. Но исландцы решили ее прекратить. Наши депутаты поддержали это. Кроме того, руководитель электротранспорта Сергей Коробков сообщил о том, что скоро в общественном транспорте будет два тарифа. Для владельцев карты жителя Мурманской области и обычной. Пока стоимость проезда неизвестна. Но повышение платы произойдет с 1 февраля нового года. Продолжение следует...